Всем привет! Добро пожаловать на мой канал с опозданием, но все-таки выкладываю я обзор каталога номер 2, февральский. Мне очень нравится на самом деле, что сейчас у Avon 12 каталогов в год. Это очень удобно, понимая, что конец месяца, ага, все, значит каталог заканчивается. И январский каталог я пропустила, было очень скучно. В февральском же я уже заметила повышение цен значительно так. По крайней мере те продукты, которые раньше я там покупала по 500 рублей, они были в каталоге. Сейчас они уже 600-650, но, знаете, так значительно прямо скакнуло все. Закладок здесь немного и планов у меня тоже немного на самом деле. Я даже подумала, стоит ли вообще делать заказ. Очень мне стало скучно, слишком я давно заказываю Avon. Сейчас я с удовольствием делаю заказ за Etiande, Арифлэйм тоже в пролете и Фаберлик пока заказываю, потому что есть что там покупать. Давайте по закладкам сразу же. И новиночка на нее почему-то у меня просто хорошее предчувствие. Я обязательно возьму пробники новинок Attraction. Это Attraction Game получается. Да, и женский, и мужской пробничек нужно будет захватить. Обожала я Attraction Rush. Это просто моя любовь, но сняли с производства, и все те Attraction, которые вышли после, ну, классики, Rush, и там дальше пошел уже Sensation, по-моему. Они мне не понравились, это совершенно не в моем вкусе. Я люблю такие сладкие ароматы, восточные, сейчас еще свежие приемлю. И какие-то прям, знаете, вот, например, Sensation, это унисекс для меня аромат. Он как-то немного с перчинкой, что ли. Он очень необычный на любителя. И для меня, как минимум, для такого холодного времени года, потому что очень сильно душит. Вот, я надеюсь, что вот эти ароматы, они будут отличаться от того, что у них вышло. Attraction One, вот этот черно-белый, тоже мне не понравилось. Там цитрусово-древесные, такие жесткие прям ароматы. И я очень надеюсь, что вот эта новинка мне зайдет. Здесь прямо они пишут аккорд шоколада. Ну, здесь розовый перец опять-таки есть. Но, понятно, это все-таки линейка такая древесно-восточных ароматов. И они непростые, они дорогие. Ну, и ценник, конечно, сейчас стал приличный. Правда, у нас в фокусе будет акция. Я тоже сразу покажу. Фокус я печатный не покупаю. Я просто покажу на планшете. И будет акция, если вы покупаете с определенных страниц, у вас будет скидка та, которую вы заслужили. Я на уровне серебро. И у меня скидка будет 30% при покупке от трех средств. Раньше, независимо от того, какой у вас уровень, в основном была там скидка 40% или даже 50%, но это крайне редко, в основном 40%. Сейчас, грубо говоря, мне до такой скидки еще ползти и ползти. У меня будет такая, ну, не самая приятная цена на самом деле, потому что 1150 рублей сам аромат стоит. И даже со скидкой 30% он будет, ну, минимум 700 рублей. Это достаточно дорого, я считаю. Я привыкла, что у Avon очень доступные, бюджетные, вкусные ароматы, которые мне подходят. И сейчас придется так прижаться. Знаете, от нефиг делать, уже новиночку не купишь. Я теперь обязательно буду приобретать пробники. Но в планах есть. Я закладочку возвращаю. Это прям 100% главное не забыть. Все нужно приобрести. Если вдруг вы уже получили заказ или как-то заранее заказывали, напишите, пожалуйста, ваши отзывы, впечатления об этом аромате и как вы относитесь к остальным ароматам Attraction. Может, у вас со мной вкус совпадает, и вам, например, Rush нравился, а этот не понравился или, наоборот, тоже зашел. В общем, буду очень благодарна за ваше мнение. Вот Attraction Classic у нас здесь есть. Дизайн мне тоже не зашел. И следующая закладка достаточно далеко. Здесь как-то ценники были кусачие. Увидела вот такой наборчик. Очень красиво выглядит. На самом деле, в качестве подарка кому-нибудь там из коллег будет очень прикольно. И по аромату, я так понимаю, будет один в один, как спрей у них есть с ягодками. Очень сладкий, очень навязчивый. Ну, я, по крайней мере, так считаю. И, ну, поаккуратнее нужно быть. Но если у вас коллега любит сладкие ароматы, то ей очень понравится. Мне кажется, очень зацепило оформление, поэтому я не прошла мимо. Думаю, может, кто-то прошляпил этот наборчик, и вдруг вам понравится. Дальше. Увидела за 599 рублей любой набор. Это синенькие, получается, и розовенькие. По поводу линейки Encanto могу сказать, что у Иван уходовая линейка Encanto для меня чуть ли не самая лучшая, потому что остальные я как-то, ну, не вижу от них эффекта, если честно. Даже линейка New, которая стоит достаточно дорого, она просто не работает на мне. Здесь же у меня был спрей. Не то, что был, они у меня есть. У меня были лосьончики, лосьончики классные. И для меня они на уровне Сифраше вообще спокойно идут, потому что быстро впитываются, очень приятно пахнет, аромат не трансформируется при соприкосновении с горячей кожей. И очень удобный дозатор, прям красивая упаковка. Ароматы, они, знаете, цветочные все, по крайней мере. У меня вот остался сейчас спрейчик розовый, и неожиданно я распробовала спрейчик вот этот вот слива и фундук. Ни фундука не ощущаю, ни сливы, что-то цветочно-сладкое. Возможно, здесь есть какая-то ягодка, но это не сливка для меня, по крайней мере. И это совершенно прекрасный аромат для дома, именно если не на кожу наносить. Потому что наношу на кожу, как-то аромат трансформируется, становится очень навязчивый. А вот на одежде, на белье это очень красиво звучит. Могу просто пройтись по занавескам там распылить, и очень приятно пахнет. Сейчас вот добиваю эту штучку, у меня еще одна есть в запасе, и потом пойдет в ход розовенькая. Если сравнивать, ну, я, по-моему, все практически попробовала, кроме последней линейки, там ежевика или что-то еще было. Нет, ежевика это розовенькая. Там еще, в общем, был один аромат новенький. Вот я его не пробовала. И из всех голубой это самый такой нежный, самый слабенький. И здесь кремовая фиалка. Вот его я еще не приобретала. И, кстати, вот этот я тоже не пробовала. Может как-нибудь затариться, потому что реально классная линейка. По крайней мере, спреи по 199 рублей очень даже неплохо. Лосьончиков у меня очень много. И вообще, лосьоны, наверное, да, выгоднее взять, наверное, вот такой набор. Потому что лосьон 329, спрей 199, это 529. И, грубо говоря, гелик для душа за 70 рублей. Это хорошая достаточно цена. В общем, крутая линейка. И на подарок я прям могу вам посоветовать. И не скажешь, что это Avon, что-то бюджетное. Но это, кстати, и не бюджетная линейка у них. И по поводу стойкости у этих спреев, не как у классических спреев Avon, стойкость там 15 минут 10, когда спиртяга выветрится и все, да. Нет, прям вот часа 2-3 спокойно держится. Говорят, что водичка даже меньше держится, чем вот эти спреи. Поэтому классная штука. Пока зима, можно позволить себе такие сладковатые ароматы. И, в общем, обратите внимание обязательно. Дальше, дальше, дальше. Я уже голубой-розовый не смотрю. Мне интересуют именно новинки, вот то, что там появилось. Фиалка не скажу, что я любитель этого аромата. А вот тут вот рыженький. Рыженький у нас с чем идет? Это коралловая магнолия. И здесь парфюмирована страничка, как оказалось. Цветочек. Цветочек с зеленью почему-то так ощущаю. Блин, прям хочу спрея попробовать, если честно. Ладно, я подумаю над этой покупкой. Потом увидела вот такие наборчики. По сути, очень даже прикольные. У меня есть вот эти кремушки и два геля для душа. Вот этот из какао. И могу сказать, что с какао мне очень нравится. Он такой кремовый, не сушит кожу. Очень классный. И по поводу вот этих кремушков. Мой самый любимый аромат. Это вот эти гавайские цветы. Потом идет вот это вот черри гаденс. И потом только французское поле лаванды. На него мне девочки писали плохие отзывы, что не нравится аромат. Поэтому если вдруг как подарочный вариант рассматривать, оформление очень крутое. Мне кажется, на подарок классно действительно. То вот эти два я вам могу посоветовать. Вот здесь самый нейтральный аромат. Вот здесь послаще. И вот этот получается на любителя. Но мне нравятся все три. И по поводу кремушков. Они действуют все одинаково. Это легкие увлажняющие кремушки для рабочего стола. Просто идеально. Они быстро впитываются, не делают каких-то чудес, не оставляют жирной пленки. На работе часто моешь ручки. Там, ну, каждые два часа как минимум. И, ну, соответственно, мне не нужен какой-то супер пролонгированный эффект. Он и не будет, когда вы часто руки моете или пользуетесь антисептиком. Но, в принципе, классные штуки. Но обратите внимание, что вот эти наборы, они невыгодные. Потому что здесь 250 мл гель и 75 мл кремушек. Если посмотреть по отдельности, гелики стоят 119 рублей. Соответственно, за 100 рублей вы приобретаете крем для рук. Крем для рук отдельно стоит 69 рублей. Если вы просто по отдельности возьмете, вам будет выгоднее, чем вот так вот набором. Я не знаю, почему они так сделали. Либо же здесь опечатка. Может, все-таки гель здесь не 250, а 400 мл. Потому что 400 мл геля стоит 159 рублей. И плюс крем за 69 как раз-таки и получается 229 рублей. А здесь 219. Я бы видела выгоду, если бы здесь был большой гель для душа. А так лучше возьмите по отдельности. 400 мл за эти же деньги можно взять гель для душа и кремушек для рук. Я тут еще смотрю, линейку Ке обновили именно по оформлению. И мне нравится на самом деле. Как-то прикольненько это все выглядит. Только на мне эти кремушки не работают. Они скатываются, оставляют пленку. И вообще вот сама линейка Кеа мне не особо заходит, к сожалению. Но выглядит сейчас это весьма прикольно на самом деле. По поводу геля я хочу попробовать еще вот этот центральный. Вот этот, кстати, мы практически уже добили. Потом вот этот будем добивать. Мы его только попробовали. Я его отложила в сторону. Я брала сразу по 400 мл большие боди. И на самом деле не пожалела. Классные гели для душа. Гели Сенсис для меня как-то скучноватые. И ощущение, что все-таки подсушивает кожу что ли. А вот эти мне прям очень понравились. Дальше, дальше, дальше. Я бы как-то затянула, да, все. Если вдруг вам нужны румяшки в шариках, вы светленькая, то обратите внимание, потому что шарики у Эйвен классные именно для белоснежек. Ими невозможно наставить пятна. Я использую такую плотную кисть кабуки, потому что шарики плотно достаточно спрессованные. И если вы возьмете легкую кисть, вы получите, ну, суперлегкий эффект. И если у вас тон кожи среднее и темнее, вообще, в принципе, никакого эффекта не увидите. Поэтому вот прям вот для светленьких девочек плотной кистью будет замечательно. И оттенок, вот этот Blush Pink, у меня, по-моему, он был в лимитированной коллекции. Еще очень давно я покупала и до сих пор люблю. Классные, действительно классные румяшки. У Faberlic, у Ariflame румяшки, они сильно пигментированные. Ими нужно уметь работать, нужно брать легкую кисть. И у меня постоянно пятна от них, если честно. А вот Эйвен прям обожаю. Поэтому и цена, я что-то так посмотрела весь каталог. Ценники весьма такие, ну, приличные стали. И 439 минус скидка, это прям сказка какая-то на самом деле. Дальше, следующая закладка. Мы еще фокус посмотрим. И там, по-моему, какая-то распродажка есть. Увидела органайзер, они обратно его вернули в каталог. Года три назад они его продавали. И одно из первых моих видео на канале было как раз-таки посвящено этому органайзеру. Я постараюсь ссылку откопать на это видео. И могу сказать, что точно такое же одновременно я тогда покупала на Алиэкспресс. С Алишки органайзер пришел, он более плотный пластик имел. И, ну, ценник более-менее одинаковый получился. На самом деле, вот прошло три года, появился фикс прайс с их крутыми ценами на акриловые органайзеры. И могу сказать, что вот по такому ценнику смотреть обычный пластик, который, знаете, в руках просто гнется, я бы уже не стала, на самом деле. Недавно была в фиксе, там очень большой выбор стал. Какие-то этажерки, какие-то круглые органайзеры. И все это там буквально за 150-200 рублей. Поэтому обратите внимание, если у вас есть фикс прайс. Эти фикс прайсы нет. Есть в магазине еще Галамарт. У кого-то там все по одной цене. И, ну, на Алиэкспресс не стоит смотреть. Там какие-то адские цены. Я не знаю, почему они так дорого все теперь продают. Если уже совсем ничего нет, то да, неплохой, в принципе, органайзер. У меня вот здесь лежали ватные палочки. И сюда я какие-то бутыльки положила. Например, вот это спокойно туда помещается. То есть углубления по бокам идут. И здесь вот эти маленькие, на самом деле, не особо нужны. У них постоянно пыль забивается. И не очень это было удобно. В общем, избавилась я по-шустрому от них. Один с Алишки, который у меня лежит в ванной. От Эйвенского я вообще просто избавилась. Поэтому поаккуратнее смотреть обзоры. Надо, не надо. И могу сразу сказать, что очень дорого. Прям нереально дорого. Хотела бы узнать ваше мнение по поводу нового Селебр. Потому что хотела бы покупать в январе. И кроме него, в принципе, мне больше ничего не нужно было. И решила я не делать заказ. Теперь думаю, когда урвать. Когда будет хорошая цена. Скидка 600 рублей. Стоит вообще этот аромат, не стоит. Классический Селебр мне не нравился. Это был цветочный. Такой весьма простоватый для меня аромат. Что-то скучный. Не было ноты, которая меня зацепила. А сейчас я так помешана на свежих ароматах. Последние полтора года. И хотела бы узнать ваше мнение. Как вам здесь обещают фруктовую свежесть? И меня это очень даже зацепило. Дальше. Увидела я твердые духи. Твердые духи. Это вообще тема. Закинул сумочку. Ничего не проливается. Ничего не разобьется. Очень классный вариант. Единственное, здесь почему-то today. Не люблю я today. Хотела бы хотя бы, чтобы tomorrow, что ли, положили. Или это today. Tomorrow у нас есть крем для рук. Лучше бы они наоборот сделали. На самом деле. Но, в общем, обратите внимание. Если вы любительница today, твердые духи. Мне просто подарили несколько штучек. И я кайфую, на самом деле, от этого. Они у меня, правда, в железной баночке. Очень удобно брать с собой. И хорошо держатся. Потому что они на маслянистой основе. Прям классно. Прям очень я довольна. Поэтому обратите внимание. Как бы не забыть взять пробник новой водички Far Away. Потому что та последняя версия. По-моему, Royal мне не зашел. Beyond мне зашел. И очень надеюсь, что Aurora мне тоже зайдет. Вот, мне нравится оформление. Мне нравится вот это. Прям нежнятины тянет от флакона. Такой белый-сиреневый. Кисточки классного качества. На самом деле, линейка Far Away, это, наверное, по оформлению. Именно по ощущениям, когда держите флакон в руках. Самая дорогая для меня. Но не считая, которые Far Away Rebell и Rebell Diva. Потому что у них немного другой флакон. Крышка другая. И уже, ну, знаете, нет вот этого ощущения того, что держите дорогой аромат в руках. А здесь очень даже. Как бы не забыть себе пробник заказать. Если забуду, я себе не прощу. Ценники на 10-миллилитровые водички стали просто какими-то адскими. В прошлом каталоге 239. Здесь 219. Продают иногда в фокусе. Есть набор, кстати, сейчас два набора, по-моему, там. Но когда наборами всегда есть лишние ароматы, лучше уж, наверное, вот по 219 взять то, что вам нравится. В общем, обратите внимание. Классно, что есть у компании миниатюры. Это, ну, нереально круто. Никому сходу 50 мл без затеста не нужно. Вот честно. Либо пробник берите, либо 10 мл берите. Прям обязательно. И спасибо Avon, что они даже у новинок постоянно выпускают вот эти 10-миллилитровки. Дальше. Вот здесь кремушек у видео 439 рублей. Как-то так получилось, что у меня было пробников аж 5. Я в центре Avon забираю заказы, и мне постоянно выдавали эти пробники. Плюс сам Avon мне положил в коробочку. И попользовавшись, наверное, дней 5 этими пробниками, я поняла, что моей коже не хватает всего. И увлажнение, и питание, и вообще ощущение, как будто я каким-нибудь кремушком чистой линии намазалась. У меня раньше был просто увлажняющий. Он в качестве базы под макияж хорош, но это не полноценный уход вообще никак. Я так понимаю, здесь баночка такая же стеклянная, добротная, как и вот у этой ночной маски. Ночную маску я люблю на лето. Прям освежает, достаточно дает питание, увлажнение, и я от нее кайфую. У меня была не одна банка. По поводу вот этого крема, ну, как-то дороговато. Если будет скидка процентов 40, то вот от этой цены, то можете брать. Если нет, то вот прям 400 рублей отдавать за эту баночку не стоит, я считаю. Если вдруг вы пользовались этим кремушком, напишите, пожалуйста, какой у вас тип кожи, понравился, не понравился. Я думаю, другим будет тоже полезно почитать. Ибо Avon и New, именно линейка, она достаточно дорогая, и не всем оно надо. Я вот тут попробовала сдуру пару сывороток и, знаете, просто выбросила деньги на ветер. У меня вот от этой сыворотки, до сих пор мне девочки пишут, всех обсыпала нафиг. Два комментария, по-моему, которые прям хорошие, все понравилось, все устроило, всех остальных обсыпала, включая меня. Поэтому аккуратней с ней. У меня была вот такая сыворотка, и, ну, нет, вообще не-не-не-не, рублей 200-300, вот, это ее цена на самом деле. Не делает она ничего такого прям офигительного, разглаживающего, нет, я прям банку закончила, и ничего, никакого эффекта не было. И еще какую-то одну с салициловой кислотой, наверное, вот эта у меня была, только зеленая наклейка была поярче на тот момент. Видимо, какой-то перевыпуск тоже самое, текстура была легче, чем у синенькой версии, и никакого пролонгированного эффекта я не увидела. Поэтому просто, ну, очень дорого на самом деле. Я запала на эту сумку, я не знаю, что делать, постаралась, я пыталась по коду найти как-то по описанию обзора, и не увидела ни у кого. Мне просто хочется посмотреть именно вживую на человеке, как это выглядит, держит ли она форму. Если вдруг вы видели где-то обзор, может, ссылку бросите или вспомните, у кого вы посмотрели, буду очень вам благодарна за информацию, потому что 2 тысячи, 2 тысячи достаточно дорого, сейчас все-таки еще продолжается вот эта зимняя распродажа, и где-нибудь в магазине там H&M Resort, что можно найти прикольные вещи по доступной цене, ценники там тоже будут полторы тысячи примерно, и здесь сумка тоже со скидкой выходит где-то 1600, что ли. Я уже посмотрела, я вбила корзину, посмотрела, почем она выходит. Вот, просто у меня есть сумки Avon, и мне нравятся их маленькие сумки на лето, очень классно, они такие мягенькие, а вот сумка, если большая, то она должна явно держать форму, потому что большую сумку, я всегда буду много чего в нее класть, если в нее вообще А4 что-то лезет, какие-то папки, там, конспекты и так далее, если залезет, это будет очень классно, но сумка действительно должна быть очень плотной, чтобы ничего не помялось, поэтому мне очень это важно, буду очень вам благодарна, очень-очень-очень, слишком много этого слова, надо уже врезать. У меня тут снизу закладки, я вам, по-моему, уже все показала, что хотела, да, это было, видимо, просто дополнение какое-то, и сверху у меня осталась еще одна закладочка, и мы перейдем на фокус. Да, 399 рублей, если вы хотите сделать на 23 февраля подарок мужчине, очень молодому, я бы сказала, то есть таким подросткам, ну, парнем, не мужчинам таким уже в солидном возрасте, то обратите внимание, просто оформление, конечно, будет не самое дорогое, там идет просто наклеечка, но это крутой восточно-гурманский аромат, который имеет такую сладость приятную, это, я бы сказала, аромат унисекс больше, что ли, лично для меня, потому что у мужа был, и я его потыривала, дарила я его брату, который помладше, может, у меня 28, что ли, брату где-то 24, и обоим прям зашло, вот лет до 30 идеальный вариант, если, ну, предпочитают сладкие ароматы, очень крутой, очень необычный, я перепробовала вот все, и могу сказать, что вот этот меня зацепил фиолетовенький больше всего, ну, я просто его обожаю, все, здесь закончилось, ценники выросли на все, я прям смотрю, вот эти наборы я брала, они стоили рублей 900, и была еще минус 30-40% скидка в декабре вроде как, и я вот подзатарилась и очень счастлива, потому что ценники, волосы дыбом вообще от них, дальше, поехали фокус смотреть, да, я снимаю по ночам, кто-то время, наверное, углядел, и если говорить вообще о самом фокусе, я увидела тут новые туши, но туши Эйвен мне не особо заходят, я лучше возьму Фуберли, потому что стоить они будут 160 рублей со скидкой, и даже если я разочаруюсь, то не сильно, у Эвелин за 200-250 рублей можно офигенные туши купить, поэтому я на Эйвен уже даже не посматриваю, акции на водичке я пользоваться не буду, сначала приобрету пробники, как я вам и говорила, и здесь еще акции есть на уходовую косметику, кстати, спреи тоже, видимо, участвуют, вот эта линейка Инканта, но здесь нужно покупать 15-25 средств, ну, мне нужно 15, чтобы получить на них 30% скидку, я думаю, я возьму там одну-две вещи со своей скидкой 20%, и будет мне счастье, 15 штук не надо, только если вы прям планируете там на 8 марта кому-то по полной просто осчастливить, одарить. Дальше, вот Аврорка, здесь, кстати, можно приобрести набор водичка плюс пробник 599 рублей, либо отдельно пробник, по-моему, 29 в каталоге стоил, я, видимо, буду сразу набор брать, что ли, у меня очень хорошее предчувствие по поводу этой водички, она восточный аромат с нотой гурме, водяная лилия, розовый перец и ваниль, я слепая, поэтому приближаю. Инканта опять новинка, я только там заметила, что уже два аромата новых вышло, и тут опять они бахают, это драгоценный Иланг Иланг, и спрейчик стоит 139 рублей, надо брать, я так полагаю, потому что очень даже хороший ценник, и сам по себе лосьон 229, без скидки в каталоге 329 рублей лосьона, получается здесь достаточно выгодно на самом деле, маски-пленки, как вам маски-пленки инью? Постоянно вижу их то в подарок дают, то еще что-то, их, по-моему, уже две, и вот еще одна, ими кто-то пользуется, я маски-пленки, у меня, по-моему, было две из черт знает скольки, которые действительно давали хоть какой-то эффект, все остальные как-то, ну, слабый такой пеленгующий эффект за счет своей, ну, скажем так, вот это засыхающие способности, а так я ни питания, ни уважнения толком ничего не получала, поэтому мне интересно вообще, как оно работает, не работает, тем более ценник такой весьма приличный, я бы сказала. Дальше, аксессуары меня не интересуют, так как у меня аллергия, девочки мне писали еще в январе, когда мы январский каталог обсуждали, что будет вот этот набор, и это действительно достаточно выгодно, обратите внимание, потому что водичка вот эта Дрислав, и если говорить про линейку Today Tomorrow Always, сейчас самое любимое у меня, это свежий цитрусово-зеленый такой аромат, очень вкусненький, на весну, лето замечательно, если вы хотите сделать подарок, и флакон, во-первых, это прям дорого-богато, он очень тяжелый, он такой лаконичный, и этот аромат, он не может бесить, он не навязчивый, но стойкость у него, кстати, хромает, остальная линейка ТТА имеет очень крутую стойкость, прямо вот в течение суток-двое, здесь же нет, здесь я ощущаю на себе этот аромат, вообще пару часов другие, но мне ощущают, ну, часов шесть, наверное, в зависимости от того, сколько я пшиков делаю, я могу прям бахнуть, потому что действительно не навязчивый, он не будет душить, даже если вы там по 4-5 пшиков делаете, но, естественно, расход будет соответствующий, и Tomorrow водичка классная, Today Tomorrow вообще мужские офигенные, прям могу посоветовать, такой классический мужской аромат на самом деле, и большинству мужчин, наверное, зайдет, только если у мужчины специфичный какой-нибудь вкус, а я знаю, у меня есть такие знакомые, которые любят, знаете, прям травянистые какие-то перченые ароматы, я не могу, я прям, ну, мне плохо от них, я задыхаюсь, но кому-то заходит, а это просто мужская классика и классные флаконы, прям дорого-богато на самом деле, поэтому обратите внимание, я подумаю себе приобретать, не приобретать, потому что, ну, 1400 рублей мужские, у меня есть в запасе, я осенью затарилась знатно для папы и мужа, и мне вот только женскую версию по акции бы урвать, потому что вот этот флакончик у меня в этом году закончится прям, я более чем уверена, и хотелось бы иметь в запасе такую прелесть, вообще, в принципе, наборы очень даже классные, по поводу, у меня вообще есть видео, посвященное ароматам Avon, и оно достаточно свежее, осенью я, по-моему, снимала, поэтому ссылку в описании просто оставлю, и можете посмотреть про все вот эти ароматы, я, в принципе, там рассказывала, вот, это наборчики миниатюрок, есть в каталоге по 219 рублей, выгоднее по отдельности приобрести, кстати, потому что вот на этот набор, я так полагаю, ценник, демо-цена входит в базу для расчета скидки, и не подлежит скидке представить, то есть они будут по 200 рублей, лучше в каталоге приобрести, будет дешевле, на самом деле, дальше, ну, здесь всякие штучки люкс, вот эта декоративка, на самом деле, мне кажется, ценник очень сильно завышен, ничем не отличается от других декоративных средств у Avon, и всякие штуки для волос, могу сказать, что дорого, потому что вот эти сыворотки, они бывают, ну, со скидкой рублей за 160 можно урвать, и шампунчики можно, ну, пусть будет по 100-110 рублей где-нибудь на распродаже тоже увидеть, здесь будет 400 рублей вот этот набор, как-то дороговато, на самом деле, дальше, ну, здесь всякие уходовые продукты, я уж пролистаю, неплохой набор, на самом деле, потому что получается по 100 рублей каждый продукт, и это нормально за счет вот этой маски, пены, пена сейчас стоит, наверное, рублей по 150, так точно, и спрейчики больше сотки точно, ну, поэтому весьма неплохая цена, дальше, по поводу помад, я вам делала свотчи, тоже ссылку я оставлю на это видео, и я здесь еще буду приобретать, я уж прям полностью смотреть с вами не буду, потому что и так затянулось видео, вот, кстати, пробники можно приобрести, мне нравится, как они сейчас делали, видно сразу, какой пробник мне нужен, мне нужен вот этот пробник срочненько, и точно такой же мужской, главное не забыть, я думаю, все-таки мне зайдут эти новинки, дальше, я, кстати, оставлю ссылку на группу, в которой я смотрю все эти каталоги, вы там, это ВКонтакте, и я благодарна девочкам за их труд, потому что наперед каталоги очень удобно смотреть, и, в принципе, мне ВКонтакте как-то быстрее все грузится, чем на сайте, например, вот, дальше распродажка, и по распродажке, ну, здесь смотрю какая-то жесть, тенюшки вот эти я так и не поняла, 0,3 грамма, это же капец на самом деле, и такой ценник у них адский стоит, линейка Токио, это провал, я купила румяна, это была моя ошибка, просто 500 рублей в топку, и надо было на возврат, как девочки говорили, я поленилась возврат сделать, и очень зря на самом деле, как вам одежда Эйвен, я уже давно ничего не покупала, как-то были попытки купить джекинсы, они тогда назывались, что ли, с высокой посадкой, но в бедрах широко, но при этом талия нереально узкая, соответственно, через бедра нужно было это натянуть, потом только они сбоку сделали резинку, больше я попыток поплузновения в сторону одежды Эйвен не делала, но мне дарили носочки, очень даже неплохие, и вот сумки 50 на 50, то развалится уже на вторую носку, то носишь годами, тоже непонятно, мне кажется, ну, от самого вида товара еще может зависеть это все, я здесь пропускаю, потому что я бижутерии не ношу, шарфики, шарфики у Эйвен крутые, у меня есть несколько штук, которым не один год, мурзя, хватит шуметь, кот проснулся, надо заканчивать, видимо, потому что он не угомонится сейчас, что-то еще я хотела в этой распродаже приобрести, даже не помню, что, поэтому я не люблю вот так вот каталоги смотреть без закладок, сразу непонятно ничего, а по поводу вот этих тенюшек, так нюдовые и не появилось в наличии, хотела попробовать, очень хорошие отзывы, а вот такие оттенки мне, ну, просто уже не нужны очень много, но мне нравится, что Эйвен сделали что-то более-менее современное, потому что вот эти тени четверки уже как-то поднадоело, сколько лет они уже в каталоге, и как по мне, так у них вообще не менялось качество, вот прям вообще никак, что пять лет назад я маме покупала какие-то сиреневые, что себе недавно палетку взяла, один черт на самом деле, а вот которые с круговыми рефилами были, вот это было уже что-то необычное, там очень много топеров, но текстура другая была, и намного лучше, лично для меня, здесь неплохая цена, кстати, на вот эту тушь, но на нее такие плохие отзывы мне девочки написали, я решила, что все, ладно, мне не надо, в принципе, и так я не особо горела желанием покупать туши Эйвен, и решила, что окей, обойдусь, все, это закончился тут каталог, и особо акций крутых я так-то и не увидела, кстати, все, буду заканчивать, напишите, пожалуйста, что вы будете приобретать в феврале, ну, покороче, конечно, но у нас еще есть 4 недели, практически 3,5, чтобы определиться, что заказывать, не заказывать, делать ли заказ в принципе, и, в общем, буду с нетерпением ждать ваши комментарии, спасибо вам огромное за просмотр, и всем пока-пока!